Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим какую породу или же масти завезли к нам в Star Stable, какие амуниции, точнее их расцветки тоже были добавлены в игру, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Начну, пожалуй, с амуниции. Нам добавили новые расцветки амуниции в глобальный магазин в эстонском стиле. Причем в данный комплект были впервые добавлены не только два вида вольтрапа, но и два вида уздечек, причем один из которых это самый новый, сейчас показать не смогу, как выглядит на лошади, так как у меня старенький пентабиан. Но комплектов много. Один вот такой бело-бежевый, потом бело-желтенький, бело-розовенький, бело-голубой и бело-салатовый. Вот такие вот комплекты. В каждый комплект входит 4 предмета, 4 вещи, 2 вольтрапа, тоже не могу сейчас показать, нагавки, потом басал, новая ковбойская уздечка и вестернское седло. О, вот такое вот оно красивое. Расцветки мне, надо сказать, понравились, хотя я не люблю белую амуницию, но в этом случае как-то, видимо, веет весной. И вольтрапы-то уж точно, вот особенно вот такой вот, такого вида я-то скуплю, наверное, все уж больно, действительно, они мне приглянулись. Данное снаряжение можно купить на Ренче Старщайна, для этого вам понадобится 14 уровень. Ценник, благо, продается и за шиллинги, и за старкоинсы, так что, если накопите, вполне сможете собрать абсолютно любой комплект, целиком и полностью. Нас завезли новые масти не только арабов или же пинтебианов, но и две масти Морганов, которые теперь стоят и продаются вместе с остальными в Фиргроу. Для этого вам нужно подойти к любой из доступных моделек, нажать на нее, и вот здесь вам будут доступны эти две новые масти. Вот такие вот они красивые, также стоят 850 старкоинсов. Ну вот только гляньте, какой красавец, градиент на гриве и хвосте, достаточно красивая, но в меру нежная масть. Мне, если честно, она зашла, и я заметила, что многие-то как раз эту масти покупают, а в гриве-то, смотрите, как красиво градиент смотрится. Ну и второй окрас, это идеальный, чистый ворон, без всяких носочков, гольфиков и звездочек, ну и ура, без всяких фонарей на лбу. Просто сплошной вороной, черный, как смоль конь или кобыла, кому как с карими глазами. Очень красивая лошадка, я думаю, многие о нем мечтали, так что ликуйте, лошадь появилась теперь в продаже, стоит тоже 850 старкоинсов, это без учета изменения гривы. И я скажу, что лошадь действительно очень красивая, меня Морганы вообще как-то не привлекали, но ворон, я соглашусь, это просто королевская лошадь получается, несмотря на свою низкорослость. Ну а теперь перейдем к самому главному, что было добавлено в этом обновлении. На фирму Голдспор завезли пентабианов или же пегих арабов, к сожалению, все ожидали, что это будет отдельная порода, которая будет отличаться моделькой и немножко анимацией от стандартных арабов, но к сожалению, разработчики все-таки повторили опыт второго поколения и просто добавили в игру целую кучу пегих мастей арабов. Всего было добавлено 5 мастей, 3, а точнее 4 даже, из которых идеально повторяют предыдущих лошадей второго поколения. Это вот этот красавчик, кстати, я сейчас сижу на лошадке в такой же масте, но второго поколения. Вот такой арабик раньше у нас продавался, но если вы его не узнали, то во втором поколении у него была более рыжая грива. Потом что-то похожее тоже продавалось, по-моему, в деревушке полумесяца, но могу ошибаться. Был черный пегий, точнее белый пегий арабчик, но немножечко другие масти, поэтому я считаю, что это новая масть. И вот этот красавец тоже продавался раньше на ферме Голдспур, по-моему, или острове Падока. Вот он похож тоже наверняка, думаю, над его покупочкой. Все новые арабы, а точнее прописанные пинтобианы, стоят 950 старкоинцев и продаются все на ферме Голдспур. Никакой особой масти в Форд Пинте нет, ну а также ожидаем какую-то особую масть в приложении Star Stable Horses, который нам обещали разработчики. Ну а на следующей неделе мы наконец-то узнаем, куда же ведьмовала забрала наших друзей и куда приведет нас долгожданный, выращенный из дерева портал. Так что на этом все, новости подошли к концу и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. А я буду думать, какую мастер Пинтобиана купить первый. Субтитры сделал DimaTorzok